всем привет с вами ted и сегодня у нас классный обзор на кингтонс of amoled reckoning вы могли видеть мой прошлый обзор который сейчас будет предложечки там мы собственно разобрали геймплей посмотрели стоит ли вообще его играть у себя на то и стоит ли уделять ему время стоит ли тратить на него деньги покупать его потому что вышел ремастер с новыми вещами там со всяким 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 апдейтом и обещают еще допилить апдейт с новым приключением и новое приключение краски будет включать в себя дополнение которым будет вот эта карта открыта фортенмар а на данный момент нас доступна только вот эта вот карта малюра где есть собственно озеро вот это море ледяного раскола долин тарт хлорикон в котором мы кстати начинаем равнина эротеля вот alabastra то есть вот эта вся карта малюра которая доступна сейчас но скоро будет апдейт в целом игра прикольная глубокая но есть нюансы и опять же в ней в самой лор раскрывается не полностью да то есть у нас ограниченная информация и сейчас я хочу вас больше погрузить в ор больше рассказать про классы персонажей к примеру давайте с них и начнем то есть у нас есть класс all mine да то есть как я говорил что прям в игре нам не объясняют но мы видим что это человек и принципе all mine они доблестные благородные храбрые да это воинственный религиозный народ имеющий легендарное наследие то есть это просто люди по сути это люди то есть славный народ который всеми своими действиями олицетворяет идеалы порядка вот такие вот хорошие у нас людишки и если вы будете играть за класс all mine которые живут в альмер вели либо в порте мире в столице у них вот у вас будут бонусы алхимия плюс 1 убеждение плюс 1 и кузнечное дело плюс 2 то есть вы сможете хорошо крафтить выбирая этот класс на поэтому если вы думаете какой класс выбрать играя в кинглсом а малюр подумайте вот что если вы хотите именно заниматься собирательством трав и чем-то крафтить из них если вы хотите убеждать и играть больше в диалоговую игру если вы хотите крафтить шмотки себе с более верну раньше начинать да то есть вы сможете за любой класс прокачаться по итогу но и раньше вы начнете это делать если вы выберете класс all mine они же люди да вот у них есть покровители собственно которых мы там выбираем и будут у нас бонусы да то есть либо огонь вот покровитель кузнечного дена дело у нас в райкор бог огня 6 урона от огня и 6 устойчивости к огню в целом сказать что это полезно вряд ли можно то есть ну это не самая важная статистика в ней в любом случае вот есть богиня мудрости плюс 10 маны то есть если вы решите сделать мага человека зачем нам делать мага человека это обязательно может быть опять же у нас доступ ранний к крафту будет и мы можем создать мага человека чтобы у нас были маг экипированы классными шмотками да и вот взять ему мудрость например очень полезная спорта способность но если мы делаем войнах человек то конечно же плюс 10 процентов здоровья выбираем да у на дона вот делать плюс 5 плюс 5 можно если вы делаете странника к ним мы сейчас придем скоро но не обязательно и физ урон плюс защита без полезно на самом деле потому что бог войны тактики конечно это круто урон и защита но на самом деле 5 процентов вам не решит а вот хп помогут жизни здоровье мана больше поможет поэтому это полезнее вот следующий класс у нас что-то такое на норвежском правильно да калфа да вот так правильно надо будет сказать это харизматичные хитроумные притягательные они же эльфы да то есть они решили не называть эльфами эту одну из игровых рас в kingdom of amalure reckoning да они назвали их до калфа до калфа вот признанные мастера магии дипломатии да то есть нам написано то есть принципе это эльфы вот и не смотря на то что портовый город ратир все еще возвышается как символ процветания их народа жестокая война против туата тяжелым грузом легла на их плечи вот так вот темные эльфы сражаются плечом тут вот кстати указано что темные эльфы это все-таки сражаются причем ключу со своими светловолосыми родичами то есть есть теплого темные эльфы до калфа а есть еще салфа да это другая раса вот вот это светлые эльфы только тут в чем прикол видите что эльф темного цвета но со светлыми волосами считается светлым эльфом а нормальный белый эльф с темными волосами считается темным вот такой вот прикол в kingdom of amalure интересная лорная тема вот живут они в плейнсов эротель в столице эротер вот но собственно расовые бонусы у них есть убеждение скрытность ювелирное дело в чем прикол то есть если вы хотите начинать и опять же к верю можно прокачать любой класс в любого в kingdom of amalure но если вы хотите играть и раньше получать доступ к каким-то стелс навыкам к рогу да то есть если вы хотите играть в луком нападать из засады то вам сразу же будет доступна скрытность плюс 2 и много-много бижутерии много шмоток будут как раз таки давать вам именно бижутерных украшений вам будут давать всякие бонусы скрытности всяких способностей да поэтому ювелирное дело это круто поэтому если вы хотите играть за рога за скрытного чувака естественно вот этот наш темный эльф да то есть либо до калфар вот здесь местным вот какого же ему покровителя выбрать здесь у нас доступен покровитель смерть вот это вот новенький покровитель да то есть есть опять же 10 маны там еще что-то вот покровитель смерть крутой шанс критического удара и критический урон повышается опять же если скрытный у нас то естественно мы всегда его выбираем вот но если мы делаем какого-то дотовского да то есть мы к примеру будем стрелять отравленными стрелами то обязательно урон от яда да то есть подлость подлость берем вот играть без покровителя бесполезно один этот опыт ну вы же все равно когда-нибудь прокачаетесь толку от одного процента опыта нету потому что прокачиваться легко переходим к следующим еще салфар это гордый и необщительный народ величественные непреклонные бескомпромиссные вот которые борются за сохранение природы да это светлые эльфы хотя они темные ну вот так вот такой вот парадокс собственно сделали создатели киндусов и малюр джозефар это гордый и древний народ из ледяных северных земель тут все таки указывать что это не из ледяных поэтому они посинели да хотя это светлые эльфы но они посинели то что живут в ледяных этих землях и столица класс называется феерриол да это такие норвежские в принципе слова и очень похоже на слово фрея то есть ну прикольно они так называют вот что же у нас получают вот эти эльфы они получают алхимию снятие заклиняний и ювелирное дело то есть в принципе это странный класс это странный класс который будет иметь бижу будет уметь алхимию делать куда и снять заклятие реально бесполезный навык особо ну типа я не нашел ему применения вот в киндосом формальюр сколько я не играл снять этих заклятий вообще бесполезно да то есть там этих дебафов они вешаются ну повисит повисит да пропадет то есть толка нету класс принципе бесполезно поэтому не советую играть за льжо за фал чисто если вам стилистически нравится то что опять же прокачать вы можете куда угодно но все такие то есть опять же устойчивость к стихиям да то есть вот это класс который может быть устойчив к стихиям зачем можно просто накупить брони то есть прокачаться прогрейдиться ну поэтому такой бесполезный класс вот ну и варане это такие типа норды на вот торговца торговцы и вот у них мы видим интересные расовые бонусы только мы сначала перейдем просто это клан людей то есть тут сразу говорится что это люди вот их можно встретить везде они чувствуют себя как дома везде ну короче это путешественники моряки и странники такие викинги вот закаленные в бурных морях ну вот они живут в нормадик да то есть это в принципе тут сразу же говорится это норды от них пошли вот и у них торговля взлом и поиск тайников то есть если вам нравится ходить искать сундуки взламывать что-то торговаться получать вещи путем путем торговли они крафта тогда вот этот класс для вас это очень реально прикольный класс у них интересные покровители они могут вам давать устойчивость разную то есть урон и устойчивость от огня ото льда физически то есть все типы элементов они его спокойно делают ну вы можете выбирать покровителя это прикольно то есть вы можете под уровень на котором вы играете подбирать и также у них есть шанс крита и урон крита то есть принципе вот этот класс крутой который может вкачаться в кого угодно и вам не нужно заниматься крафтом а вы просто бегаете ищите всякие сундуки вот это класс очень крутой очень классные способности это круто вот и мы собственно к судьбам пришли судьбы в киндинг софа малюр это самое важное то что помогает вам развиваться да и у вас по сути есть несколько путей и все они между собой взаимосвязаны да то есть у вас есть путь вообще без без пути вы можете быть рок файтер маг да то есть сила ловкость маги и вы можете быть любой смесью то есть маг разбойник воин маг воин разбойник воин мак разбойник одновременно вот так вот то есть без пути если мы играем то мы сразу же после воскрешения не определены да то есть это вот принципе мы не можем без нее играть мы сразу получаемся но потом когда мы встречаем первого персонажа к нам дают возможность выбрать типа пути вкладывать куда-то способности вот и тут интересное развитие уже то есть драчун драчун вот драчун он получает урон ближнем бою себе бонус баф до дополнительный и эффективность блока то есть принципе мы начинаем со щитом с мечом получаем просто бегаем вот так вот месимся у нас все хорошо и потом продолжаем как бы если в этом совершенствоваться мы продолжаем получать бонус в уроне в ближнем бою и бонус блока вот и дальше дальше у нас появляется оглушение на то есть это круто если вы хотите по простому проходить игру то в принципе путь война это очень круто потому что блок будет эффективный у вас будет эффективный урон вам просто надо бегать слышать всех мобов и можно оглушать периодически с большей эффективностью и принципе вот в конце концов мы можем стать полководцем и в чем прикол в конце концов у вас получается эффективный блок эффективная урон в ближнем бою у вас не только эффект эффективность оглушения повышается у вас еще шанс оглушить повышается и вы просто держите всех в стане вот и очень интересная тема что вы когда умираете вы автоматически воскрешаетесь вот очень очень прикольная класс такой интересный то есть целом если хотите по легкому проходить в класс крутой класс маг маг в kingdom of amalure вот он естественно получает урон от стихий причем от всех заметьте от всех да то есть вы не обязаны за мага идти по какой-то сразу ступенькой вы сразу получаете от всех стихий и там дальше качаетесь и снижаете расход маны ну логично да в принципе вот потом вы можете после мага стать практикующимся посвященным провидцем вот провидец благодаря постоянному обращению с магией становится естественным путем восстанавливать свой запас маны в этом вот весь прикол он не только снижает расход он получает восстановление маны в секунду вот и получает скилл мерцания то есть маг начинает получать мобильность бою это очень круто вот мудрец же уже получает ледяное мерцание он еще и замедляет вот замедляет соперников и вот на уровне мудреца вы уже получаете бонус в дотах да длительность всех заклинаний с продолжительным действием то есть яды вот это все очень сильно усиливается если вы качаетесь яды вот на уровне мудреца вас круто ну либо поджигание и прочие все вот эти штуки вот и в конце концов вы можете стать архимагом архимаг не имеют равных среди всех практикующих магию это очень круто реально 50 урона стихий даль длительность всех заклинаний 25 процентов 3 маны в секунду то есть реально крутейший класс вот и шанс призвать помощника при убийстве противника то есть вот если вам в конце игры начинается быть тяжело то вложив просто в волшебство 109 единиц вы становитесь архимагом начинаете убивать мобов из них появляются помощники очень очень круто рога рога это жулик вот в отличие от воинов жульки почитают воевать держа дистанцию ну в принципе так и если бы скрытно убивать либо еще что то и в принципе мы сразу начинаем получать все да мы получаем проникающий урон этот кинжалов урон в дальнем бою это лук и устойчивость к урону при уклонении то есть тут уклонению как бы если мы делаем у ворот но по нам попадают мы полу как бы как блокируем а вот атаку ну такая прикольная штука вот и в принципе он продолжает именно совершенствоваться потихоньку в критах крит получается у нас проникающий урон дальний урон то есть вот это вот все в конце концов появляется просто банальный уворот и в этом прикол что у него появляется уворотик это здорово вот а ночной клинок самая последняя форма роги вот на этом уровне мастерства смертельное искусство ночных клинков простые люди часто принимают за волшебство вот почему потому что он нас есть убийство с гарантированным критическим ударом на 300 процентов после исполнения ворота то есть рог становится прям пушкой да он уворачивается сажа бьет на 300 это супер круто это очень 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 круто вот при этом ворот у нас 11 процентов то есть мы просто месимся здесь одна атака из 10 у нас уворачивается мы сразу же бьем крита очень мощные при этом 30 урона в дальнем бою это круто вот смеси же смеси давайте их быстренько посмотрим вот макрок у нас становится теневым колдуном прикольный класс да то есть он как бы будет заражать ядами но при этом он месяца кинжалами и крушит но при этом дальнего урона нету то есть именно если вы хотите стать ну дальний урон будет от магии в данном случае макрок это будет замена луку магия станет вот воин маг получит опять же дальние какие-то атаки магии и в конце концов станет чемпионом вот такой прикольная штука вместо счета у него будет магический посох естественно и превращает 75 процентов полученного урона в магию вот в чем проблема у мага есть восстановление маны натуральное у него нету и он будет получать это восстановление за счет того что он месяца в ближнем бою вот и он получает опять же урон ближнем бою дополнительный вот такой вот прикольный класс принципе и интересный класс воин рок тут все понятно в конце концов он становится мастер клинка вот урон ближнем дальнем бою шанс крита то есть принципе просто если вы не хотите играть в стелсе если не хотите играть аккуратно то вот это вот критовик жесткий критовик который бегает и месяца вот ну и конечно же класс файтер макрок такой класс нравится во вторая часть это странник странник то есть вы просто гуляете делаете все что он получает он получает просто всего по чуть-чуть при этом ничего сверх естественного дата если маг у нас в конце концов получает супер магии если рок получает супер криты воин супер урон то этот получает столько же сколько те классы на начальном развитии но при этом все вот и снижает требования для ношения амуниции то есть он в принципе компенсирует недостаток статов полученных за вот это прокачку он компенсирует это тем что он может амуницию одевать раньше намного круче вот и открываете умение владения оружием вот то есть любое оружие прям может использовать вот такая прикольная штука вот уникальное оружие их кстати немного в игре но мы можем пройтись по основным вот очень классное оружие сразу расскажу то есть лучшее лучше оружие в игре это конечно же большой меч и фиолетовый вот этот скорбейн это реально лучше оружие в игре лучше оружие в киндоксов и малюр это скорбейн это скорость атаки медленная но 138 физического урона и 33 проникающего это просто бомба посмотрите как он смотрится если вы воин если вы воин рога это прям маст хэв оружие но если вы играете за мага то конечно вам ну либо давайте да завара завара лучше лучший короче даггер да это ай оф тир ночь посмотрите вот этих даггерки ядом бьют до 37 урона от яда это очень много и классный такой дизайн очень прикольные очень прикольные штуки вот но при этом я еще рекомендую за рога все-таки посмотреть на лук и играть с луком потому что 15 шанса критического урона и 15 урона ночью вы просто ждете ночь и идете крушить вот этим луком прям разрубать разрубать всех очень прикольный лук короче рекомендую именно этот лук и за мага все очень просто тут выбор всегда либо чакра либо посох но чакра круче посох поэтому лучше за мага использовать вот эту чакру она дает и урон физически урон от льда и урон от морожения потому ледяной маг это круто вот по счетам наверно смысла нету особо идти вот уникальные аксессуары сразу скажу самое лучшее уникальное кольцо это ура борос на за любой класс вы берете плюс 25 процентов урона от яда и плюс 25 процентов устойчивости к яду во первых яд это сильный дот он вам будет мешать на прохождение ну и когда вы повышаете свой урон от яда он почти везде есть яд в любом оружии просто находите и все это реально крутой но если у вас нету яда конечно же вы можете выбрать мейс ринг мейс ринг тоже крутой 6 дополнительного опыта быстрее прокачаетесь быстрее получите все статы персонажа это очень круто потому что статы персонажа решает когда вы просто максимально вкачиваетесь то что на последнем уровне вообще мега способности вот ну и конечно же прикольная штука ринг of wonderer он дает 12 процентов урона ночью и 5 процентов шанса критического удара плюс один скрытный скрытность неважно но фишка в том что на любой класс мы накладываем 12 процентов урона ночью просто днем бегаем торгуемся ночью идем проходим квесты 12 процентов урона в процентах это очень много комплекты доспехов в принципе очень много комплектов и они идут по классам да то есть у нас идет класс волшебство коварство и мощь вот вот это броневой сет мощи вам нужно в принципе все все вещи рагорна и когда вы собираете весь комплект 4 предмета вас повышается урон от огня устойчивость к стихиям и устойчивость к кровопотере это просто но лучше сет на самом деле просто его собираете и не думаете даже что еще делать энкес армор сет на это сет как раз таки мага как только вы его собираете вы получаете плюс 15 процентов урона от каждой стихии молния лед огонь на трех предметах 30 процентов маны она 2 уже минус 35 процентов расхода маны и вот это вот топочек как только вы начинаете собирать этот сет берете два предмета все вам уже не нужна мана давит лучше сет для мага лучше сет для нашего роги хоть он и такой броневой но он крутой вот и он повышает на 4 предметах 15 процентов шанс крита то есть рогу можно собрать 100 процентный крит и это будет просто дичь это очень круто вот так же я всем рекомендую когда вы будете проходить дрессировку животных а это нужно короче во время строительства этого грейв холла на когда вы вот заходите в крепость грейв холл там есть побочный квест и вы просто вот слева от входа будет построен вольер для питомцев ну вот и за небольшую плату вы сможете держать до 3 мобов то есть вы держите мобов и подкармливая их вы получаете вот такие бонусы медведь он увеличивает здоровье баргест увеличивает сопротивление магии волк критический урон и древесный голем он потом появится если пройдете там квестик увеличивает ману на 7 процентов бесполезен бесполезен но увеличить получаемый опыт поможет богат то есть если вы хотите прокачаться богат прикольный если вам нужен паук вы увеличите сопротивление яду как говорил это прикольно и полезно ну и там сопротивление короче что самый прикол за то что вы их приручаете вы получаете много опыта и поэтому очень очень рекомендую брать богарта чтобы увеличить получаемый опыт и продавать животных и заново их покупать так вы быстро прокачаетесь очень классный способ прокачаться вот но и в целом советую держать вообще крысу увеличивать шанс критических атак волка и естественно медведя вот это у вас будет классный ну классный баф вот а опыта вам надо немного на 40 уровень всего нужно 202 миллиона 133 тысячи 500 то есть в принципе это немного если у вас все бонусы готовы вы можете его накачать на там за пару локаций как бы это не проблема вот ну а на этом с вами был тэд вот такая вот у нас погружение в kingdom of amalure хотите посмотреть прохождение обязательно ставьте пальцы палец вверх и оставляйте комменты всем до новых встреч